Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Adminata Space, и сегодня я бы хотел поведать вам о новости, которая меня на самом деле довольно-таки сильно потрясла. Это у нас касательно ганшипа республиканского, нового UCS набора по лего Звездным Войнам, который ждали многие, я не исключение, я еще год назад голосовал на лего сайте, чтобы именно этот набор сделали следующим в линейке Ultimate Collector Series. Вот, и да, я даже там вписывал, какие я бы хотел мини-фигурки, чтобы были в наборе, многие другие люди делали то же самое, просили много клонов, просили джедаев, я не знаю, хотели, чтобы этот набор вообще был в размерном соотношении с мини-фигурками, только очень детализированный, что, я так думаю, уже, ну, совершенно неправда. В любом случае, что же за новость-то такая? Друзья, недавно стало известно то, что в этом наборе будет всего лишь две мини-фигурки, это раз, а второе, угадайте, какие это фигурки? Мейс Винду и клон Капитан. Да, я, знаете, я, наверное, в этом видео даже подавленно немного звучу, потому что, черт возьми, вы понимаете, в столь ожидаемом наборе, в котором хотели видеть фанаты, ну, хотя бы, я не знаю, штук пять мини-фигурок, они нам дают две мини-фигурки, это Мейс Винду и обычный клон Капитан. Я не знаю, как можно выразить мое негодование, максимально не красноречиво, так сказать, но в любом случае, да, друзья, это, конечно, полнейшее разочарование, то есть, вы представляете, ну, набор будет стоить около 400 долларов, и, насколько я понимаю, уже точно это не в размерном соотношении мини-фигурок, это явно будет просто огромная здоровая модель, которая, ну, особо себе в смысле, ну, смысла не имеет, потому что я не думаю, что люди будут хотеть тратить столько денег на ганшип, который, ну, по большей части, ну, такой не игровой и не в масштабе мини-фигурок, просто, ну, поставить на полку. Нет, конечно, это тоже неплохо, но, блин, все равно это на порядок хуже, если бы он был более играбельный, именно реально супер детализированный, из мельчайших деталей, чтобы там были крутые клоны с качеством, как у RL Light Customs или другие, вот. Но, к сожалению, все эти мечты разбили все суровую реальность, и мы получаем с вами, ну, кстати, неизвестно, каким будет ганшип все еще, это я уже свои такие, не знаю, догадки вам объявляю. Ну, да, мини-фигурки действительно очень-очень печально, что они будут таковыми, я вот даже, знаете, я не знаю, наверное, не буду покупать этот набор, потому что смысла-то особого нет, если он не будет в масштабе мини-фигурок, а просто здоровый ганшип, который, во-первых, некуда явно будет мне ставить, а во-вторых, там и мини-фигурок эксклюзивных особо нет. Ну, мы из Windows с какой-то новой пропечаткой по второму эпизоду и клон-капитан, вау. И даже если бы это был командор Коуди второй фазы брони, которого все давным-давно в Лего ждут, они, ну, люди думали то, что он вообще выйдет в наборе с крейсером, не крейсером, перехватчиком генерала Гривуса, который вышел, ну, год назад, полгода назад, да. Вот, но там мало того, что не было нового генерала Гривуса, там был, там еще и Коуди не было, которого все хотели. Ну, лично мне-то на Коуди все равно, у меня есть кастомные версии от Clone Army Customs, но все равно было бы неплохо, если бы он в этом наборе был. Все-таки очень много людей писали Лего в этих запросах на ганшип, то что, да, добавьте Коуди, добавьте джедая Боба, еще кого-то. Лично я писал, что хочу про апдейченные версии всех главных героев из второго эпизода, там, Убиван, Энакин, Падма, и клонов хочу побольше, там, я не знаю. Но, да, к сожалению, этого ничего не будет, да, мои господа. Лего могли бы добавить действительно большой ассортимент фигурок в данный набор, сделать вам многфункциональным, хотя я, опять же, забегаю вперед, говорю о наборе, хотя про сам набор еще пока ничего не известно. Мини-фигурки, да, ну а что мне еще тут сказать можно? Действительно, это полнейшее разочарование, хотелось бы узнать ваше мнение в комментариях, вот, особенно тех людей, которые тоже надеялись на возвращение этой легендарной мини-фигурки джедая Боба, комичного персонажа, который был добавлен в 2002 году, вот, в Ганшип, самый первый вообще, который Лего делала. И фанаты думали то, что, ну, компания, типа, будет делать, типа, throwback, да, к своим старым наборам и добавит туда обновленную версию джедая Боба, там, пару клонов, ну, нет, конечно, зачем, нафиг оно надо, вот, поэтому, да, друзья, я очень по этому поводу расстроен, ну, ладно, пофиг, ничего страшного, можем с вами делать кастомные Ганшипы, вот, покупать кастомные фигурки от Clone Army Customs и радоваться жизни. Так что, друзья, я, наверное, на этом буду заканчивать, всем спасибо за просмотр, пишите в комментариях, что думаете насчет этой новости, вот, ну да, на этом все, да пребудет с вами сила. Субтитры сделал DimaTorzok